МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухральева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о значимых событиях к этому часу. Цена, качество, безопасность. Соответствуют ли маршрутные такси Махачкалы этому правилу, проверяли сотрудники ГИБДД в ходе очередного рейда. Чистый мед честным путем. Съезд пчеловодов Нагорного Дагестана прошел в Гиргибельском районе. 16 из 16 возможных. Триумфом дагестанских борцов-грейплеров завершился чемпионат СКФО в Касадьбурте. Дагестан вошел в сотню регионов с самым дорогим бензином. Эксперты Росстата посчитали, сколько житель каждого субъекта России может купить литров топлива марки АИ. 92 на среднюю зарплату. Оказалось, что меньше всего бензина купят жители Дагестана. 483 литра. Больше всего могут себе позволить жители Дальнего Востока. Здесь на среднюю зарплату можно купить более 2000 литров бензина в месяц. После него по доступности топлива идет Москва. А тройку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ. А вот Северный Кавказ в разы отстает. Здесь имеет значение высокая цена на бензин и низкие зарплаты. На фоне широко обсуждаемой темы повышения цен на проезд в маршрутках, на второй план отошел вопрос технического состояния пассажирского транспорта. Но только не для сотрудников полка ДПС, которые провели очередной рейд по выявлению таких микроавтобусов. Камиль Девятов расскажет об этом более подробно. На лобовом стекле маршрутного такси согласно правилам безопасности не должно быть никаких надписей трафаретов, способствующих ухудшению видимости водителя. Пойманный на нарушении шофер отпираться не стал, признал и исправил свою ошибку на месте. Я ее в латуха не клеил. Здесь же ты галыш. Это общественная транспорта? Общественная транспорта, да. Не позвоните, а не в латуха. Поводом для проведения сегодняшнего мероприятия явилось дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вчера на проспекте Петра Первого с участием маршрутного транспортного средства, который занимался перевозкой пассажиров. При более глубоком изучении данного ДТП выяснилось, что водитель транспортного средства не имел права перевозить пассажиров на данном маршруте, в связи с чем руководством управления ГИБДД и полка ДПС была дана установка на проверку водителей. Дорожные полицейские проверяли водителей на наличие у них соответствующих документов на перевозку пассажиров. Также инспекторы осматривали маршрутные такси на наличие ремней безопасности, огнетушителей и на исправность запасного выхода. Цена, качество, безопасность – три самых главных составляющих безопасного городского транспорта. Но, увы, у нас проблемы по всем трём пунктам и, разумеется, многие пассажиры таким обслуживанием недовольны. 20 устраивает, но вот эти двухэтажные не нужны. Вот один человек на проходе стоит, невозможно ни зайти, ни выйти. Это шкотские машины. Более 50 административных материалов было составлено в ходе проводимого рейда на водители и транспортные компании. По словам работников ГИБДД, подобные мероприятия будут проводиться и в последующем. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне в Махачкале прошла встреча с родителями выпускников-участников социального проекта «Волонтёры знаний». Задача – бесплатно помочь малообеспеченным семьям подготовить своих детей к сдаче ЕГЭ. Участники мероприятия обсудили реализацию образовательного проекта и ответили на вопросы родителей и школьников. Мы очень благодарны всем, кто помог нас, кто позвал нас сюда. И надеемся, что это принесет свои благотворные платы. Спасибо. Здесь есть и психологическая помощь, и в любом случае поддержка. Наши дети и в большей степени даже родители, мы нуждаемся в этом. Я надеюсь, что в дальнейшем этот проект будет развиваться. Самое главное для общества – это знания. А так как в последние годы знания слабые, это самая тема на сегодняшний день, в которой ребята взялись. Молодцы, респект вам ребята. Ища Аллах, все будет хорошо. Отметим, что проект подготовили полуфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России». Для подготовки школьников на безвозмездной основе они привлекают профессиональных преподавателей, студентов, старшекурсников и со всего региона. Протестировать их, когда они только придут, начнутся занятия, то есть мы получим средств знаний, то, что сейчас у них, какие знания у них есть. И потом уже, конечно, когда перед тем, как будут сдавать экзамены, мы тоже проверим и надеемся, что это будет, по крайней мере, выше, чем сейчас. В любом случае, поступят они, не поступят. Им эти знания пригодятся. В реализации идеи авторам помогает «Инсан». Благотворительный фонд представляет списки малоимущих семей и более того берет на себя часть финансовых расходов. В нашей работе стараемся оказывать помощь не только финансово-материалам, но и очень большой упор в нашей работе мы ставим над образованием наших подопечных. И это является одним из этапов, когда нужно давать не рыбу, а удочку, чтобы эти наши подопечные, они вырастали уже достойными личностями в обществе, чтобы они в будущем не просили помощь, а уже сами оказывали помощь таким же нуждающимся семьям. И хочется призвать всех тех, кому необходима такая помощь в подготовке к сдаче экзамена и идеи, чтобы обращались к нам, будем принимать и оказывать всю возможную помощь с нашей стороны. Около 10 миллионов рублей на строительство духовного центра имени пророка Исы. Средства на его строительство поступают со всех уголков Дагестана. И на этот раз свою лепту внесли представители Хасавюртовского, Ботлигского и Шамильского районов. В состав делегации входили имамы, активисты и общественные деятели муниципалитетов. Абдулла Алиев подробнее. Во все времена разные народы всегда объединяла одна благая цель. В Дагестане на сегодня этой целью можно назвать завершение строительства духовного центра имени пророка Исы. Люди из разных городов и районов республики приезжают сюда оказать помощь, которая по самоработникам центра весьма ощутима. Ну на самом деле она бесценна на данный момент, она очень даже ощутима. И график тех работ, вернее тех людей, которые придут и будут помогать, он расписан еще на два месяца. Я думаю, что еще чуть дальше тоже будет необходима такого же плана помощь. Поэтому на самом деле очень активно помогают и эта помощь существенна. Делегация из Хасаюрта прибыла в Махачкалу с почетной миссией – передать деньги, собранные их джаматом, для строительства будущего духовного центра имени пророка Исы. В состав делегации вошли имамы центральных мечетей Хасаюрта Яхья Османов и Умарасхаб Умалаев – активисты и общественные деятели. Для них была проведена экскурсия, а после делегаты посадили деревья на территории будущего парка, прилегающего к мечети имени пророка Мухаммада. Сегодня мы прибыли сюда и увидели своими глазами строительство этого объекта. Но до этого мы только знали понаслышке. Но когда увидели масштаб выполненной работы и ее темпы, то очень обрадовались. Верно выражение «лучше один раз увидеть, чем много раз слышать». Мы до конца не верили в размах и проекта, и самой работы, пока не увидели сами. В пятничный день я сказал своим прихожанам, что эта мечеть будет короной всех мечетей республики. Она будет объединять людей разных возрастов, национальностей и народов. Далее в административном здании центра представители делегации встретились с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. В ходе беседы он отметил, что сама идея строительства центра призвана сплотить и объединить мусульман. «От суммы ничего не зависит. Главное, чтобы у нас сердца были вместе. Доказательством является то, что вы сегодня здесь». В этот день на территорию центра прибыли жители Изботлихского района, где также был объявлен сбор для строительства мечети. В течение трех недель они сумели собрать сумму более одного миллиона рублей. Свой вклад внесли как взрослые, так и дети. «В этом благоугодном деле принимали участие и юноши, и наши взрослые, молодые, все. Хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто активно принимал участие в этом деле». «Для нас в этом участии, в этом благоугодном деле одно счастье, что говорить. Мы счастливые люди. Джамат, который работал в этом направлении, это счастливые люди. Приезд делегаций из Шамильского района был связан с переданной инстафетой на сбор денег для центра от жителей Чарадинского района. После этого примерно за неделю жители района собрали сумму более 6 миллионов рублей и передали ее на строительство духовного центра. По самым делегатам в сборе принимали участие не только мусульмане, но и представители других конфессий. А эстафета была передана дальше жителям села Доргелика Рудахкенского района. «В результате этой акции активизировали все слои населения – и взрослые, и маленькие, и женщины. Этот духовный центр является фактором объединения всех слоев населения. И мы видим, что объединяет всех вокруг этого благотворительной акции». Стоит отметить, что духовный центр строится исключительно на народные средства за счет пожертвований неравнодушных людей. В будущем на его территории будет расположена не только мечеть, но также библиотека, парк, аллея и многое другое. Абдулла Алиев, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Съезд пчеловодов Нагорного Дагестана прошел в Гиргебельском районе. С лётом пасечники обозначили начало нового сезона, отметили проблемы отрасли и обменялись опытом. О старте пчелиного сезона и расскажет Хадижа Курбанова. Производить чистый мёд честным путём – основной посыл пчеловодов. На место встречи пасечников у так называемого Красного моста в Гиргебеле пришло около ста человек. Собираться раз в год для решения проблем в этой отрасли именно здесь стало уже традицией. И эта встреча четвёртая. Данное собрание пчеловоду в руках появляется началом сезона пчеловодческого. Мы это собрание делаем в начале весны и заодно мы обсуждаем, подводим итоги прошедшего сезона. Ставим задачи на следующий сезон, решаем организационные моменты. Пасечники считают, Дагестан имеет хорошую кормовую базу для развития пчеловодства. И такой базы грех не воспользоваться. Но и пользоваться надо уметь. Получить натуральный чистый мёд, при этом сохранив все полезные свойства – дело непростое. Но главное – правильный подход, так считает пчеловод Имам Шапи Ахмедов. Печество мёда – это тоже у нас один из самых важных проблем. И мы для этого тоже собрались, вот это наше собрание. И над этим тоже мы работаем. Стараемся качественно, чисто, чтобы меньше химикатов вносили пчелам. И чтобы меньше сахара, как говорится, в основном говорят, как бы пчеловоды без сахара не делают, делают мёд без сахара. И мы стараемся, чтобы быть чистым и честным. Мёд, собранный пчелами в высокогорных районах Дагестана, отличается янтарным цветом и редкой тягучестью. Именно он сохраняет в себе все полезные свойства. Зная, какую пользу может принести нектар, пасечники решили оказать гуманитарную помощь для больных. Разные сорта мёда, собранные со множества сёл республики, пчеловоды отправили в третью городскую больницу. Мы можем его применять в терапевтических наших компонентах. Все знают о том, что чайная ложка мёда утром на кощах вместе с тёплой водой – это имеет аж плазма. Поэтому и для тех, кто держит кост, очень важно ухом для иммунитета и для поддержания своего общего здоровья. Мёд – это хорошо, а мёд горный, лечебный – ещё лучше. Так считают не только пчеловоды со стажем, но и врачи. А качественный продукт помогает к качественному лечению больного. Хадижа Курбанова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ. И о спорте. Девять наград, разные пробы выиграли дагестанские борцы греко-римского стиля на первенстве СКФО среди юниоров. Турнир, прошедший в эти выходные в Махачкале, собрал около 150 участников. Единственную награду высшей пробы завоевал Шарап Алиханов. Он был вне конкуренции, в весе до 97 килограмм. Помимо золота у нас две серебряные и шесть бронзовых медалей. Теперь спортсменам предстоит участие в молодёжном первенстве России. Оно пройдёт в начале марта в Иркутске. И триумфом дагестанских борцов, грепплеров, завершился чемпионат СКФО в Хасавюрте. Хозяева ковра собрали там весь урожай золотых медалей. Это 16 из 16 возможных наград высшего достоинства. За ходом турнира следил наш корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Это грепплинг и здесь положение снизу чаще бывает выгодным. Отсюда у спортсмена больше вариантов для проведения атаки. Прошлогодний призёр Европы Артур Агаширинов знает это не понаслышке. К победе его привела работа вторым номером. Он был одноклубник, знали друг друга, борьбу чуть. И было тяжело. 5-4 выиграл. Ну, верхний он должен больше атаковать, а нижний только остается перевернуть там и борьбой. А верхний должен нападить. Ты за счёт чего выиграл? Выиграл за счёт хитрости, наверное. За счёт тактики? Да. Чуть обманул его. Ну, а на пассивах выиграл. На трибунах спорткомплекса имени Гамида Гамидова нет ожидаемого аншлага. Даже чемпионат Дагестана месяц назад собрал гораздо больше болельщиков. Сейчас и участников поменьше, так как все они проходили строгий отбор. Однако всё это компенсирует жаркая борьба на ковре. Конкуренция за предельная победа на чемпионате СКФО – это весомая заявка на удачное выступление на крупных турнирах. Не число красит этот турнир. А этот турнир примечательен именно тем, что здесь сами схватки проходят очень такие насыщенные, активные. Скажу так, что на международных стартах ребятам легче собраться и выступать, нежели на чемпионатах России СКФО, потому что это самые основные, скажем так, соревновательные этапы, где проходит жёсткая конкуренция. Вес до 77 килограммов – один из самых представительных по составу. Здесь на пути к финалу оступились сразу несколько чемпионов мира и Европы разных лет. Схватки за золото – классика жанра. Выходится из борьбы Магомед Джарбаев против джитсера Рашида Кайтмазова. Вся встреча прошла в стойке, но за 20 секунд вольник решился на атаку. Уход за ковёр Кайтмазова судьи расценили как пассив. Джарбаев – чемпион СКФО. На Дагестане встречались как раз, тоже упорная схватка была у нас. И 33-3 шот был, и на этом выиграл. На жебе выиграл я. По вольни основном тренировался. И сейчас в село переехал, и вот там тренируюсь, молодых тренирую. И заодно грепкинг тоже совмещаюсь в вольной борьбе, и получается, борюсь. Это золото стало восьмым для сборной команды Дагестана. На следующий день в Кимоно хозяева ковра выиграли еще 8 наград высшей пробы. Медалисты турнира поедут на чемпионат России. Он пройдет в Крыму в начале марта. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Таковы новости этого часа. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин